всем доброго дня с вами Данила и сегодня сделаю обзор на вот такое вот поделие которое я вот создал специально для съемок всяких фотографий и прочего значит в чем его суть этот светильник будет у нас освещать пространство для всяких фото и видеосъемок где нужен и холодный и теплый свет бывает все вместе бывает по отдельности плюс нужно менять интенсивность света вот да здесь выполнена конечно немножко колхозненько все это дело ну как говорится как смог лепил дома на коленке свободное от работы время и так схема этого светильника такая то есть имеется драйвер имеется светодиодная матрица тут не поменены потому что в этот светильнике перегорела его родная матрица из-за того что его на заводе неправильно собрали она не была притянута плюс там снизу немножко есть коррозии там бузле крепления короче вот поэтому было принято решение это светильник переоборудовать взяты матрица с двух других светильников эта матрица у нас четыре тысячи пять тысяч кельвин она там немножко валялась там поэтому некоторые диоды светят фиолетом эти две 2700 кг там на 1 диод был сгоревший его закоротил перемычкой драйвер у нас диммируем и управляемый 50-ваттный то есть у него есть питание 1020 который отсюда отсюда выходит два канала один обычно подключается он здесь плохо видно потому что что здесь все это дело уже вложил подключается на контроллер горения которого ставится на светильниках про которые я снимал предыдущее видео вот и тому же подачи внешнего питания он диммирует то есть тем больше напряжение подается на канал диммирование тем слабее напряжение дает драйвер на выходе сам светильник светит слабее чем больше тем меньше это напряжение даешь на канал диммируете ярче наоборот светит это чуть позже покажу вот собственно также от питания 220 вольт здесь идет питание на источник питания 12 вольт от контроллер горения если быть тащи это тут такого вот как раз вот эти два канала они подают внешнее питание на канал управления драйвера на зиммирование это силовое вот собственно говоря отсюда выход у нас пошел на диммер 12 вольт 12-24 вольта вот он был изначально в другом корпусе такой же диммер был в таком корпусе но у него там очень короткие провода и у него очень плохая пайка так как это все сделано естественно в китае поэтому мы это дело немножко переделали перепаяли саму плату я вынес вот сюда про изолировал чтобы никуда ни на что не пробивала крутилка диммера у нас находится вот здесь примен резиста он еще называется вот но собственно с него уже вот это у нас идет с правой стороны два провода это у нас выходит с точника питания 12-24 а слева у нас уже идет канал управления на драйвер вот но собственно пошло она потом в драйвер и второй канал уже выход он идет у нас на матрица собственно 48 вольт но и здесь уже коммутация не фокусируется почему-то на клеммниках вага все сделал естественно для упрощения задачи вот но я собственно там уже чисто идет из двоей цепи так как у нас две матрицы на каждой матрице у нас идет свое питание собственно каждой матрице у нас стоит свой выключатель тумблер даже подписано сделал такое обозначение здесь вот интенсивность когда полное отключение когда неполное но здесь тоже какие куда то есть это вкрыл выкрыл точнее это сейчас она вкрыл это откал это вкрыл они двех ногами встали почему-то но не критично так вот все колхозненько сделано извините термоусадки у меня таких маленьких размеров под рукой не было поэтому сделано на изоленте вот сейчас мы его поставим и покажу как оно работает и кстати почему я взял именно эта модель светильника с фирм поппер 1.0 потому что здесь внизу достаточно места и вот это все по деле у нас до умещается тумблер кстати взяла вот таких вот строительных фонариков самотычными ручками в которые ставятся вот такие вот батарейки этого их начинка то есть просто все из подручного хлама сделано ну вот надо мне пофоткать допустим какого-нибудь героя или героиню на белом фоне вот я специально развесил в принципе видно да потенку то что надо вот я сейчас делаю димирование этого светильника то есть она сейчас вообще еле горит вдруг нужно сделать затемненные фотографии либо наоборот сделать на обороте нужен больше больше свет а вдруг я захочу теплый свет а мы сделаем вот так пожалуйста 2 700 то же самое димирование вдруг слишком ярко могу построиться вдруг нужно что-то нейтральное плюс минус тут больше пятно света потому что надо вот вот эти вот линзы поменять опасно тоже с чего нашел их пока прикрутил появится какой-нибудь неисправный светильник с нужной оптикой я их поменяю чуть позже это быстро делается собственно тут все на замке поэтому его открыть не составляет труда опять же можно сделать так можно сделать вот так он вообще еле-еле светил сейчас скорее уже как ночник какой-нибудь но тоже более-менее вот эта матрица живет чуть больше чем вот это поэтому она слабее горит допустим вот слабый синий свет в принципе удобнее потому что раньше мне нужно было менять светильник теплым светом на какой-нибудь холодным светом перевешивать это все время это все траты усилия и т.д.т.п. а так вот просто раз раз и все и готово с вами был данила всегда новых встреч